На самом деле социальная справедливость устроена совсем не так, как у Путина в Кремле устроена она. Например, будут говорить, что прогрессивная шкала – это общепринятая мировая практика. Действительно, во многих развитых странах и даже в Китае, на которые тут равняются многие в России, прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц. То есть чем ты богаче, тем больше плачешь. Но надо учесть один момент. Если вы посмотрите зарплату доход отсечения, то есть самый нижний предел, ниже которого вообще нет никаких налогов. Можете себе представить? То есть у нас 13%. Например, в Германии те люди, которые в России получают 80 тысяч, они бы вообще ничего не платили. Они бы в Китае ничего не платили. Вот вам социальная справедливость. То есть если бы Путин… То есть я специально беру два примера из западного мира, лидирующую страну, экономику, и как бы из востока, на что ориентируется Кремль, условно говоря. Так там отмените тогда налоги для бедных, совсем бедных, те, кто получают меньше 80 тысяч. Потому что это и есть цена, плюс-минус цена отсечения в Китае, в Германии, например. Или сделайте, как в нефтедобывающих странах, Катар, Саудовская Аравия, на которые вы тоже равняетесь. Россия живет на нефти. Там вообще нет подоходных налогов. Сделайте народу тогда такой подгон, как в странах, которые вы тоже хотите догнать или перегнать, или сравнивать себя с ними. То есть это ложь от начала до конца. Это манипуляция. Это просто бесстыдство со стороны Кремля объяснять это социальной справедливостью. Вот это меня больше всего, помимо того, что он задел, конечно же, не базу своей поддержки, он задевает другие социальные страты. Но это все очень лицемерно и дурно пахнет. То есть если ты делаешь, если тебе не хватает на войну, во-первых, скажи, ребята, в экономике России не все так хорошо, как я вам тут вчера говорил. Значит, не с правды, выйди и скажи, у нас нет денег. То, что мы говорим, люди, которые сидят на оппозиционных ресурсах, так и скажи, у нас денег не хватает, чтобы убивать украинцев. Дайте денег, скажи. Нет. Они будут говорить о какой-то донастройке, социальной справедливости, что нужно дороги строить, пусть богатые раскошелятся. А они не раскошелятся, они умеют уходить от налогов. Почему ты, Путин, в начале своего правления ввел плоскую шкалу 13%, чтобы все платили 13%? Ты сам обнуляешь все свои достижения, те, которые тебя сделали успешным президентом в первый срок, когда действительно люди почувствовали рост экономический. Почему? Это в том числе из-за этой ставки 13% несчастных. Потому что люди начали обелять доходы, начали активно работать, добиваться успеха.